Четвертая поликлиника Симферополя на улице Лизы Чайкиной. На крыльце солидная очередь на прием к врачу. Наша съемочная группа приехала сюда около двух часов дня. На лавочках продолжают сидеть люди, которые пришли сюда еще утром. Некоторым повезло чуть больше. Ждут лишь с полудня. С полудням мы стоим с нервопатологом. И каждый, кто говорит гинекологу, у тебя с нервопатологом. И вот мы так уже стоим долго и нудно. У нас вот три человека в хирургу стоят, я четвертый. И сколько в целом уже очередь к хирургу, по крайней мере? Ну вот, по крайней мере, я вот сколько сижу, минут 10 сижу. Пока что к хирургу никто не прошел. Дверь в фойе поликлиники держит медсестра. На вопросы о том, почему очередь на улице, отвечает односложно и немного испуганно. Скажите, а почему очередь? Да это не ко мне. А кому? Потому что санопит никто не отменял. Примечательно, что по словам бедолаг, что застряли в очереди, попасть на прием по записи здесь нельзя. Остается только ждать. Другое дело, в поликлинике номер 3 на улице Гоголя. Входная дверь сразу приветствует объявлением о том, что можно записаться дистанционно. На выбор три телефонных номера и сайт. В регистратуре каждого пациента опрашивают, как давно покидали страну, контактировали ли с больными и есть ли симптомы ОРВИ. Затем измерение температуры, дезинфекция рук и вперед на прием к врачу. Они у нас идут в порядке записи, то есть каждые 20 минут, естественно, соблюдению всего режима, то есть эпидемического соблюдения, значит, это маски, перчатки. Ну и у нас вот есть кварцевая лампа. После каждого пациента мы кварцуем кабинет. Разумеется, при таком подходе очередей не избежать, но куда лучше провести лишние 15-20 минут в ожидании, чем две недели на больничном с неприятным диагнозом ковид. Никита Егоров, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.